Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую, это новое видео на проекте Amazing Online, первое видео игровое в этом году. Да, ребята, я, конечно, немножко, знаете, так сказать, задержался роликами, потому что в основном были одни стримы, выходил лайф-видос про жизнь, но игровых роликов не было. И сегодня, как бы, я буду исправляться, сегодня будет игровое видео, я от вас хочу видеть максимальную активность, давайте на этом ролике наберем много лайков, я вам буду очень благодарен. Как вы поняли по названию, в этом ролике я вам покажу, куда я потратил 300 миллионов на момент ивента, то есть я с ивента вывел пару вещичек, я затюнил машину, и я вам сегодня это все покажу. Тем более, до конца ивента осталось, по-моему, 2 дня или 1, то есть буквально 1-2 дня и ивент, как бы, закончился, поэтому я бы хотел просто подвести итоги и рассказать и показать, что я, как бы, собрал с ивента, и, в принципе, высказать свое мнение про ивент. Поэтому, видосик будет интересный, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но, в начале игры, как обычно, вам поможет, конечно же, мой промокод. Войдите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Ну что ж, как я и сказал, осталось буквально немножко, и ивент, как бы, закончится, это был новогодний ивент, это самый, наверное, ожидаемый, самый крутой ивент, который, в принципе, происходит за год, по моему мнению. Понятное дело, что есть там 9 мая, есть еще Хэллоуин там и так далее, но, как по мне, самый интересный, самый прикольный ивент, это именно новогодний. Как вы можете заметить, я покачал полностью пас, в этом году, я скажу, это было сделать довольно-таки несложно, потому что, на самом деле, редко я на ивенте вкачиваю полностью пас. То есть, в этом году призы довольно-таки неплохие, появились новые кейсы, а именно новогодние, появился новый тюнинг, это самое главное, до баки, то есть, вы можете теперь поставить до бак на свой автомобиль, и у вас будет больше литров. Мне этого очень сильно не хватало на М5, и на М5 я сразу же поставил бак, у меня еще был бак, я поставил сразу 3 бака, и у меня на М5 было 800 литров. Но, как бы, я написал разработчику, чтобы он это исправил, и теперь у меня на М5 238 литров. Мне не все в этом ивенте понравилось, то есть, да, сам по себе ивент неплохой, призы хорошие, интересные, но, допустим, те же самые санки, мне кажется, нужно было сделать такие же самые, как были в прошлом году. И с лабиринтом та же самая история. Я пытался там на санках ездить, но это интересно, потому что в том году был именно смысл в том, что ты доживаешь до конца. Ты едешь на этих санках, сука, видишь эту елку, этот финиш, и просто радуешься, понимаете? А здесь у тебя нету финиша, ты просто постоянно едешь, собираешь там звездочки и так далее. Особенно, когда это было в первом ивенте новогоднем, когда еще нужно было запрыгивать носок, это реально была М5. То есть, мне этот лабиринт не понравился, я пытался его проходить, у меня не получилось. Хотя в прошлые годы я эти лабиринты проходил спокойно. То есть, в этом году мне не понравился лабиринт и не понравились санки. По поводу призов, призы я считаю довольно-таки хорошие, цены на самом деле очень хорошие. То есть, цены реально классные, особенно для фармил, для тех, кто фармили, это реально была имба. Для донатеров этот ивент был не особо выгодный, этот ивент сделали чисто для фармил. Как я считаю, то есть, для фармил это просто была имба. То есть, если у тебя нету доната, если у тебя нету валюты, ты идешь просто задротишь и как бы покупаешь себе потом все, что хочешь. По поводу призов, что я в принципе отсюда забрал, как бы я вам сейчас расскажу. То есть, я забрал, это получается, рецепт наглок. Это довольно-таки прикольная темка. Понятное дело, что Дига лучше, но вроде бы как рецепт наглок будет как бы улучшать. То есть, как-то урон там и так далее. То есть, вроде бы как-то что-то будет меняться, был слушок. То есть, реально прикольная темка, потому что я очень сильно жалею то, что я с прошлых ивентов не забирал М4А4 и другое оружие. Потому что это реально тема, это реально прикольная тема. Это та вещь, которую ты не сможешь реально купить просто, знаете, там, у игрока. То есть, рецепт, его нельзя продать игроку там на рынке, либо еще как-то. То есть, это ты можешь только сам для себя забрать и все. И он будет только у тебя, понимаете? В этом реально изюминка, в этом просто эксклюзивность этой темки. Поэтому, кто еще не забрал, реально забирайте. Я считаю, очень полезная и прикольная тема. Итак, ребятки, по поводу анимации, я считаю то, что, ну, на самом деле темка такая, ну, я считаю, бесполезная. Потому что, ну, ты пару раз используешь просто и все, и забудешь как бы. Да, допустим, для кого-то, возможно, это прикольно. Там, собрать коллекцию всех анимаций тоже, знаете. Допустим, кто-то собирает машины, кто-то номера, а кто-то собирает, блядь, анимации. М3, получается, F80 и Альфа Ромео. То есть, по факту, это две одинаковые машины. Они одинаковые по скорости, одинаковые по управлению. То есть, это два одинаковых автомобиля, только в разной оболочке. То есть, что М3 у меня была, я ее забирал с Венто, собирал. Тогда въебал в нее очень много денег. Ушел в дикий минус. Тесла Сэмми. Тесла Сэмми, видел, уже продавали там по 50 миллионов. В принципе, я считаю то, что именно цены в этом году прям очень сладенькие. Как для дальней ее брать, смысла по факту нет. Возможно, возможно, в будущем ее просто улучшат. То есть, она будет быстрее там ехать. В чем я очень сильно сомневаюсь, на самом деле. Но все может, как бы, произойти. Ультратанк. Тоже тачка такая, знаете, ну, выходного дня. То есть, на ней ты каждый день ездить не будешь. Я думаю, вы сами понимаете. Да, она прикольная. Внешне она ездит по полям. Реально тачка имба. Но, как бы, это чисто, знаете, пару раз тоже выехать, покататься и все. Гидравлика. Гидравлика, я считаю, очень дорогая в этом году. Это прям пиздец. Она что на Хэллоуине была дорогая, что на Зимней Венте она тоже дорогая. И так как раз я ее себе вывел. Я въебал на нее где-то лямов 60, либо 70. То есть, я именно скупал снежки. Очень дорого скупал. Когда вот только цен добавили, я скупал снежки там по 600, по 700. Аудиосистема, я считаю, вообще смысла нету забирать с Вента. Потому что на нее нету какого-то такого большого спроса. Ее можно спокойно купить, потому что она есть в рулетке. Стробоскопа я себе тоже приобрел. Приобрел я не с Вента, я приобрел ее на рынке. За 110 миллионов, как бы. Пневма. Я видел, продают по 120 миллионов. Тоже нормальная цена. Ну что ж, ребятки. Сейчас я вам покажу, куда ушли, в принципе, все эти 300 миллионов. Ну, то есть, я вложил эти деньги в машину. Если кто смотрел видео, где я рассказывал там мой аккаунт спустя 2 года. Я вам говорил то, что я эту машину буду собирать. И хочу ее собрать полностью. И я почти это сделал. Сюда не хватает только поставить аудиосистему. То есть, здесь, в принципе, есть все. Да, здесь нельзя менять клиренс. И нельзя сюда, соответственно, поставить пневмоподвеску. То есть, если бы это можно было сделать, я бы это сделал. Вы сами понимаете. А так, по факту, чтобы это была фулл зелень. Осталось поставить только аудиосистему. И, в принципе, все. Эта машина будет фулл зеленая. Она мне, по факту, нахрен не нужна. Потому что я толком аудиосистему не использую. Но для ПТСа я это обязательно сделаю. Также я сюда поставил дым синий. Многие сейчас скажут, что я долбоеб. Допустим, вот мы сюда заезжаем. Да, у меня, видите, стоит синий дым. Да, вы скажете то, что, ну, а зачем? Как бы у тебя машина желтая. Не он желтый, а ты поставил синий дым. Я это поставил в основном просто ради ПТСа, ребята. То есть, можете как бы не бомбить. Синий дым у нас находится где? В новогоднем кейсе. Правильно, правильно. То есть, в принципе, такой эксклюзивчик. Потому что сейчас ивент закончится. Да, кейсы у кого-то останутся. Но не факт то, что вы потом в будущем сможете выбить синий дым. На М5 у меня стоит зеленый дым. На ламбе стоит синий. Но вы понимаете то, что это спорткар. И здесь, по факту, он нахрен не нужен. Потому что, в основном, дым используется во время дрифта. То есть, ты едешь боком. У тебя дым там разноцветный. И это выглядит красиво. Так я просто ради ПТСа поставил сюда дым. То есть, а, здесь еще стоит до бак. Давайте еще раз ПТС покажу. То есть, здесь стоит до бак. 225 литров получается. То есть, у меня на М5 стоит до бак. И на Ламборгини тоже стоит до бак. То есть, реально, сюда осталось только поставить аудиосистему. В принципе, и все. И да, кстати, если вы заметили. Я сюда еще поставил номера Playboy. И я себе приобрел еще номера Playboy. Потому что, у меня на 01 была ламба. Хуракан еще тогда. Это было еще в 2020 году. 2019. По-моему. Что-то типа того. И у меня на этой ламбе стояли номера Playboy. И так получилось то, что я начал тюнить ламбу. И увидел то, что эти номера есть в продаже. И я так подумал, почему бы и нет. Поэтому я эти номера приобрел за 14 миллионов. То есть, ламба очень хорошая машина. Мне прям она очень нравится. Я не знаю. Я вот с ламбой прям очень сильно кайфую. То есть, да. Она такая не дрифтовая. Это чисто гоночный такой спорткар. На ней можно как бы, ну, даже вот на гору заехать. То есть, ну, тачка реально просто, ну, просто может. Может она многое. Прям очень много. То есть, ядра блика, да, здесь нужна. А вот, допустим, пневма. Я считаю, это было бы уже, наверное, лишнее. Но все равно было бы прикольно ее занизить. То есть, тачка очень классная. То есть, бэхо, допустим, у меня для дрифта. А ламба у меня для того, чтобы с кем-то там погоняться. Куда-то быстро доехать. То есть, ну, в этом плане ламба прям мне очень нравится. То есть, я прям реально с этой машины кайфую. То есть, у меня любимая машина это М5 и вот Ламборгини. То есть, ее тоже продавать не буду. Сюда поставлю диссистему. И она у меня останется. Потом, в будущем, хочу собрать Х5М, либо купить готовый. Хочу М5 и Х60 тоже на страбах, на пневме. То есть, у меня много, как бы, планов. Вы это прекрасно знаете. Я записывал видео. Я об этом говорил. То, что я хочу, как бы, собрать интересный автопарк. Ну, что ж, ребятки. Давайте подведем итоги. Куда, в принципе, ушли деньги. Почему видос называется потратил 300 миллионов на ивент. Хотя, по факту, я потратил, наверное, даже больше. Я считал не только то, что я вывел, получается, с ивента. А в то, что, в принципе, появилось на ивенте. У нас на ивенте появился, получается, синий дым. Появились доп-баки. И, в целом, я это все считал. Также, стробоскопы, тип, который продавал, скорее всего, тоже забрал с ивента. Поэтому, в принципе, вот как-то так. И поэтому, это видео так и называется. Да, я, по факту, забрал с ивента. Только гидравлику и рецепт на Глок. Но, в целом, на ивент потратил больше, чем 300 миллионов. То есть, я купил два доп-бака. Купил стробоскопы. Синий дым. Гидравлику. То есть, ну, очень много денег ушло. Реально, очень много. 300 миллионов, это железобетонно просто. Поэтому, вот как-то так, подвел, так сказать, итоги этого ивента. Ивент, как я сказал, мне понравился. Но, были некоторые нюансы, о которых я вам, в принципе, рассказал. То есть, квестовая линия тоже была прикольная. Мне очень понравилось. То есть, реально, с каждым годом, квестовая линия становится все лучше и лучше. Какие-то новые задания. Новые какие-то системы, там и так далее. То есть, реально, в этом плане, Амазинг, команда, просто красавчики. Надо было вот эти амулеты найти, там, нарисовать, босса еще пройти. Я босса проходил три дня просто. То есть, реально, ну, мне, в целом, вент понравился. Но, было бы круто, если бы сделали бы санки, как были раньше, и лабиринт. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.